Благодарю вас. Итак, добрый день, уважаемые слушатели. Уже тут все сказали, да, обозначили. Тема сегодняшнего нашего вебинара довольно-таки очень интересная. Одна из интереснейших, наверное, областей работы дошкольных образовательных учреждений, средней школы и в целом системы дополнительного образования. Работая с разными поколениями, да, с разными возрастами, приходилось обращать внимание вот именно на данное направление. И, конечно же, из большого количества участников, кто принимает активное участие в художественной самодеятельности, в организованной деятельности, да, дошкольных учреждений, то из всей массы, конечно, выделяются те дети, которые рождены, как мы говорим, к этой области, в том числе, раз мы с вами говорим о эстетическом воспитании, в то же время художественном воспитании, рождены именно в этой области выступать, читать выразительные стихи, лепить, вырезать, моделировать и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, очень много зависит от той квалификации, от подготовки педагогов, взрослых. Здесь мы не только говорим о воспитателях, учителях, да, педагоговой системы дополнительного образования, но и, безусловно, огромное влияние имеют родители, как мы говорим, законные представители тех, где воспитывается ребенок. Поэтому сказать, что это не нужно, конечно же, нельзя такое сказать, потому что жизнь настолько интересна вот в данной области, и, конечно, дети, с которыми работают профессионалы, которые имеют свои достижения, конечно же, выходят на тот уровень, чтобы и затем они уже могли продолжать обучать, воспитывать и развивать детей. Готовясь к данному вебинару, мне хотелось обратить внимание на то, что именно содержание данных понятий в федеральном образовательном стандарте дошкольного образования и вот в то же время уже, как, наверное, в сентябре будет год, как все дошкольные учреждения работают по федеральной образовательной программе. Затрагивая исторические аспекты именно данного этого направления, мы с вами, наверное, помним, что в основном-то мы говорили об эстетическом воспитании. И как-то это вошло в норму, и мы знаем, что условиям и средствам эстетического воспитания у нас все-таки, значит, составляет искусство. Как вы помните, в понятие искусства у нас что входит? Это изобразительное искусство, музыкальное искусство и в целом о литературе. Или мы говорим о художественной литературе, которая есть сейчас в различных программах дошкольного образования. И анализируя психолого-педагогическую литературу, здесь мы видим, что как и исторический аспект становления вот этих двух понятий, и с другой стороны мы видим, что изменения в обществе, изменения в целом образования, в положениях мы видим использование того богатейшего материала культуры и связь ее с эстетическим воспитанием. Если мы с вами посмотрим, почему же все-таки вот это было положено в основу, мы видим, что эмоционально-образные способы познания мира, а в целом это образы познания, непременно возможно только через культуру, которая позволяет расширить социальный опыт ребенка. И, соответственно, в российском образовании уровни современной культуры стали непременным условием как социального, так и культурного развития ребенка. Где это все может происходить? Безусловно, в разных видах детской деятельности. И, исходя из того, что в федеральном стандарте период дошкольного детства, а именно область художественно-эстетического развития отмечается и рассматривается как определенный исторически-культурный пласт для именно и период до детства рассматривается как сама необходимая самоценность и определенный источник саморазвития ребенка путем освоения им разных видов культур. Что значит? Это национальная культура, семейная бытовая культура, эстетическая, художественно-музыкальная и так далее. Все это позволяет, или, как мы говорим, результатом вот такой культурно-сообразной педагогики в системе дошкольного образования и в целом в системе дополнительного образования именно согласовано с учетом содержания культуры общества и тенденции ее развития. Далее мы, просматривая снова же исторический аспект вот данных этих понятий, мы видим, что понятие художественное воспитание, это примерно определяется первая половина XX века, употреблялось как синоним термина эстетическое воспитание. То есть, что говорили о художественном воспитании, то есть подразумевалось и эстетическое. В другом плане художественное воспитание, мы говорили, что это воспитание, которое реализуется именно в профессиональном художественном образовании, то есть это сеть специализированных музыкальных школ, позднее они были переименованы в школу искусств, где в одном пространстве ребята обучаются на музыкальных инструментах, в целом музыкальном образовании, и находятся именно кабинеты изобразительного искусства. То есть это как бы одно пространство. Это могли быть сюда включены и музыкальные училища, и музыкальные педагогические и так далее. 21 век, именно как вы видите, что на слайде, это переход России к организационному обществу в развитии социальных процессов, позволило признать в образовании художественное эстетическое воспитание и развитие детей как основы, составляющие по формированию целостной, активной, разносторонней творческой личности. Далее, обращаясь вот уже к нашему пути становления, мы видим, что изменения в целом в образовании вводят такие понятия, как интеграция образования. Здесь мы видим и то, что появляется индивидуальный маршрут у ребенка и так далее. То есть любое изменение в государственной политике, любое изменение в обществе, безусловно, будет отражаться на тех или иных программах. Так вот, в условиях дошкольного образования художественно-эстетическое воспитание стало рассматриваться как процесс организации жизнедеятельности детей дошкольного возраста, направленный именно на формирование эстетической культуры личности. Мы сюда вносим, что это и эстетическое восприятие, это представление, это потребности, конечно же, и формирование художественного вкуса. Здесь мы с вами также увидим и развитие эмоционально-чувственного и ценностно-смыслового осознания в разных видах детской, художественно-творческой деятельности. Именно посредством влияния культуры, искусства и явлений окружающего мира. Поэтому, рассматривая даже общее понятие, что такое эстетическое воспитание, мы видим, что это прежде всего целенаправленный процесс, который позволяет формировать творческую личность, способную воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасные и создавать художественные ценности. То есть это определение у нас идет Борисе Твариевиче Рихачево. Но если мы возьмем его за основу в таком определении, то мы увидим, что, конечно же, ребенок, которому 4 или 7 лет, он, конечно, не может оценить такое великолепие познания, например, картин или классическое произведение и так далее. Конечно, это больше всего относится к взрослому населению, у которых есть уже определенный опыт, определенный вкус, стремление что-то познать посредством восприятия музыкальных произведений или литературного прочтения, литературного произведения. То, конечно, у детей уже на данном этапе мы видим, что, конечно же, более мелкое, наверное, если можно так назвать слово, мелкие задачи по сравнению с взрослым населением. Если же мы посмотрим определение художественной воспитания, то мы увидим, что это процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство, им наслаждаться. И тот опыт, который дети приобретают, развивая свои способности, позволяет использовать этот опыт и проявлять потребности в художественно-творческой деятельности и создавать что-то свое. Вот даже если мы посмотрим на и сравним два данных определений, то мы увидим, что, безусловно, каждое из данных определений добавляет понятия и содержание из данных этих определений. Рассматривая в целом данное направление, мы не можем не вспомнить, какие же теоретические основы составляют данного воспитания. Безусловно, необходимо отметить, что теоретическую базу или теоретические основы данного этого направления, здесь вы видите уже на слайде, это, безусловно, ведущие отечественные теории, которые базируются на взаимосвязи культурного, эстетического и художественных аспектов. Сюда мы вносим это культурно-историческая концепция Васильевича Выгодского, это далее художественная концепция Бакушинского Анатолия Васильевича. То есть просматривая творчество и биографию каждого ученого, мы видим, что именно Анатолий Васильевич, искусствовед, теоретик и практик в области эстетического воспитания, исследователь психологии творчества и психологии восприятия искусства. Именно он как основатель, который восстанавливает народные промыслы. Сюда мы относим, как, наверное, вам всем знакомо, это хокландская, дымковская, то есть городецкая роспись, дымковская игрушка и так далее. То есть без основоположников этого направления мы просто не можем понять, в чём же суть это. И, конечно же, очень бы интересно было того, что каждый из вас, рассматривая то или иное нововведение, попробовал найти в историческом аспекте. То есть мы все знаем, что даже вот и вы сегодня, прослушав этот вебинар, пусть даже, как вы говорите, что-то интересное, что-то новое, сейчас невозможно вот новинки найти. То есть сейчас очень много материала можно найти на вебинарах, просмотреть любые практические подходы, найти технологии. А вот посмотрите, обратите внимание на первые источники. Что же вот у данных авторов заложено в этой концепции? И кто-то из вас увидит, что то, что было рассмотрено данными учёными, вы прекрасно найдёте и использование этого материала и в наши дни. Я уже называла, значит, Бориса Тимофеевича Лихачёва с его известными трудами в теории эстетического воспитания. Наверняка вам известен автор немецкий, который, значит, Борис Михайлович Немецкий, его серьёзный труд, это изобразительное искусство и художественный труд. Цели данной программы в чём? Это показать связь между искусством и жизнью. Практически вот как можно связать, да, жизнь и искусство? Это обязательно духовно-нравственное воспитание, которое затрагивал автор. И как помочь ребёнка увлечь искусством, приобщить его к художественной культуре? Хотя вот сейчас, если вы почитаете различный материал, то вы очень много найдёте материала, который раскрывает, может быть, или обращает внимание, да, обращение к духовно-нравственному воспитанию. Так это уже было. Это есть у нас. Может быть, сама жизнь с различными подходами, изменениями, да, она заставляет обращаться к данным направлениям, уже исходя из нашего времени. То есть вот к отечественным концепциям или работам можно здесь перечислять и Таршилову, и Комарову, и брать, значит, концепции эстетического отношения к миру, Мелик Ашаева и так далее. То есть в целом художественно-эстетическое воспитание, да, воспитание, вот исходя из данных теорий, мы всё-таки видим, выступает как фактор личностного развития и в то же время социализации ребёнка на основе партнёрского взаимодействия педагога и детей. Конечно же, здесь невозможно затронуть использование различных принципов. Это культура сообразности, это и принцип эстетизации детской жизни, это современная социокультурная среда и так далее, и так далее. Но в то же время, как это всё используется, кто это рассматривает, то есть снова нужно обращаться к первоисточникам, чтобы понять и посмотреть, как же это всё у нас работает. В целом цель художественно-эстетического воспитания, мы уже теперь знаем, почему совместили два данных понятия, да, то есть невозможно художественное воспитание отделить от эстетического. Что же предполагает, заложено в этой цели? Мы говорим, что это становление развитой творчески активной личности, это и формирование основ эстетического отношения к окружающему миру, и вовлечение ребёнка в социум. То есть мы с вами, детям, исходя из работы, прежде всего, мы говорим, что вот первая ступень образования ребёнка, это ведь дошкольное образовательное учреждение различного направления, что именно в дошкольном образовательном учреждении целенаправленное в обучении детей, выполняя те задачи, которые поставлены в федеральном образовательном программе, то есть в стандарте, и дальше вот в образовательной программе, то есть они именно направлены на развитие творчества и активной личности. И если мы с вами посмотрим различные программы телевидения, то мы увидим, даже вот взять шоу-программу «Голос» и другие-другие программы, мы видим, что много детей, которые выступают, они предлагают оценить данные возможности своего таланта и так далее. То есть это и рисунки, да, то есть в каждой республике, в каждом городе проводятся системы дополнительного образования, образовательных учреждений, да, такие объёмные фестивали, где дети могут реализовать себя, то есть они готовы воспринять тот, те поставленные задачи, да, восприятие своего мира и отразить это через искусство. Какие же задачи ставит эстетическое воспитание? Это прежде всего активизация развития эмоционального отвлека на проявление красоты в окружающем мире. То есть то, что вот я говорила, как же они эмоционально отвлекаются. Второе – это создание условий для освоения понимания языка, изобразительного, музыкального и литературного искусства. Следующее – это у нас будет развитие эстетических оценок, интересов, предпочтений и суждений. Останавливаясь вот на данной задаче, мы с вами также должны помнить, что сейчас очень много информации поступает как взрослым, так и детям. И, безусловно, задача взрослого – это именно сформировать у ребёнка, что же полезно, что необходимо ему воспринять, а что просто послушать и забыть. Как же сформировать у детей вот именно эстетический интерес к искусству? Что? Высказать своё предпочтение, высказать свои суждения о том или ином произведении. Ну и, безусловно, одна из задач – это самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру. Развитие изобразительной музыкальной и литературной деятельности. То есть всё это, как мы видим, заложено, что в стандарте, что в образовательной программе. И, конечно, каждое учреждение на основе таких серьёзных документов разрабатывает свою образовательную программу, где именно можно конкретно на примерах любой вот этой деятельности развивать у детей способности, да, воспринимать то или иное произведение, тот или иной результат, чтобы можно было показать в дальнейшем. Какие средства мы можем отнести к художественно-эстетическому воспитанию? Прежде всего, мы говорим о тех произведениях, которые отвечают художественным требованиям. Это мы говорим о тех произведениях, которые отобраны уже конкретно в программе, отвечая психическому состоянию ребёнка, физиологическому и так далее. То есть не зря ведь коллектив любой программы работает над конкретными произведениями. И мы говорим, чтобы взять, например, изобразительное искусство, взять произведения Шишкина, Левитана и многих других, мы же должны видеть, какую педагогическую задачу решает данное произведение. Или, например, сказки. Какое эстетическое наслаждение ребёнку доставит? Почему берётся данное произведение? Что мы можем у него воспитать, именно исходя из задач данного направления? Дальше мы говорим, что обязательное использование. Это могут быть репродукции картин, это может быть художественные фотографии, это рисунки, это скульптурные объекты и так далее, и так далее. Это видеозаписи танцев. Это и виртуальное посещение музеев. Это и к средствам художественного, эстетического, искусствоведческого мы относим. Жанры, композиция. Обязательно мы говорим, что рассматривая дошкольное, младше школьников, среднее звено, это мы говорим, это использование музыкальных инструментов. Это предметы народных промыслов. Всё это создаёт взаимосвязь с реальностью, с бытом, с традициями, с природой, которая позволяет всё это сделать. Или, например, взять материал, природный материал и составить композицию и так далее. То есть средства выступают здесь как обязательные компоненты процесса художественного, эстетического воспитания. И в целом развитие дошкольного образования. Рассматривая далее формы данного направления, кроме того, что мы видим в стандарте, видим в программе, сюда мы с вами можем отнести это, первое, это приобщение к искусству, да, начиная с раннего возраста. Здесь мы с вами и говорим о изобразительной деятельности, о музыкальной, о, значит, театрализованной деятельности, культурно-достуговой деятельности. И вот обращаясь уже в данной программе, мы видим содержание каждого, каждой этой деятельности. Оно прописано. И на основе данного содержания мы уже видим, что в каком плане работать воспитатель. Тем более, посещая дошкольные учреждения, как у нас в городе, так и в целом в Уфе, это рядом город. То есть, находясь в любой точке Российской Федерации, мы видим, что вот дошкольные учреждения, на мой взгляд, это мое высказывание, они отвечают требованиям эстетического воспитания. Ведь раз все-таки эстетическое воспитание, в корень у нас идет эстетика, то есть это и оформление любого учреждения, это и форма одежды, это форма подачи материала, которые в дошкольных учреждениях работают уже педагоги, имеющие большой опыт. И то, что вот предлагается разработать образовательную программу, я помню, когда ввели впервые, впервые, что дошкольные учреждения должны действительно разработать на основе федеральных стандартов свою, как трудно было педагогам составить свою программу. Сейчас, работая вот с учреждениями дошкольного образования, в том числе я работаю на кафедре дошкольного и начального образования, то есть работаю сплотную с учителями начальных классов, мы видим, насколько профессионально компетентны данные специалисты в этих областях. И поэтому, кроме того, что они составляют содержание в каждой вот этой деятельности, Кроме того, данные педагоги с удовольствием проводят экскурсии в музеи, создают выставки у себя, позволяют провести познавательные прогулки, экскурсии, с помощью информационных технологий побывать виртуально в том или ином музее. И так далее. То есть, что хочу сказать, что, да, по санитарным нормам детям нельзя много сидеть, вот если мы говорим о дошкольниках, используя компьютер, но в то же время презентации позволяют сделать, да, что-то показать им и так далее, и так далее. Хотя, вот обращая внимание на сотовые телефоны, которые дети имеют и могут играть их часами, они, наверное, больше знают, сейчас используя различные выходы в интернет, чем, например, педагоги даже могут использовать у себя на работе. То есть, уже во многих детских садах, это вот отрадно отметить, создаются свои картинные галереи, музеи, патриотической воспитанности, хотя мы и невозможно сейчас отделить, да, патриотическое воспитание, патриотического, то есть можно и свои задачи с точки зрения эстетики решить. Это и, значит, музеи народных промыслов, это и выполненные прекрасно детьми, созданные детьми свои работы. Это тоже можно увидеть в любом дошкольном учреждении. И заведующие, старшие воспитатели, гордятся тем, что дети это сделали своими руками. А заслуга это кого? Заслуга это тех людей, кто работает. Если вы работаете по специальности, значит, здесь и ваша заслуга. Это, безусловно, в системе дополнительного образования, это театрально-музыкальные студии, которые организовывают, студии изобразительных искусств и так далее, и так далее. Вот посмотрите, здесь можно перечислять очень много, где можно вот у детей с детьми поработать, ходить на экскурсию. То есть любая форма рассматривается как способ организации педагогического процесса в разных видах деятельности. поэтому, исходя из того, что вот мы с вами до этого вышесказанное, то есть мы можем сказать, что художественно-эстетическое воспитание – это творческий процесс формирования личности, способный воспринимать как прекрасное и создавать творческие ценности. То есть ребенок получил опыт, получил определенные знания, определенные умения, пусть это будет теоретический умение, но он способен уже выразить в танце, в пении, в создании определенной картины, осени, зимы и так далее. Тем более мы с вами знаем и уже знакомые с содержанием образовательной программы, мы видим, что ведь сейчас большое влияние, и развитие дает нам процесс экспериментирования, и это и создание проектов, то есть дети, которые имеют и могут красиво говорить. А что значит красиво говорить? Значит, это мы говорим и о художественном слове, то есть о развитии речи. Безусловно, вот те основные направления, которые вы видите на данном слайде, это, конечно же, присуще у нас любой программе, любой разработке. Поэтому данные содержания, которые мы с вами имеем в федеральном стандарте, реализуем мы его и на основе этого используем федеральную программу, мы видим, что здесь, в принципе, остается основой те направления данной области, которые мы и видим в стандарте. То есть в первую очередь это приобщение к искусству, изобразительная деятельность, по истечении возраста мы видим, как используется, например, в изобразительной деятельности это рисование, лепка, аппликация, это народно-декоративное прикладное искусство и так далее. Конечно, сейчас невозможно прочитать и заострить внимание содержание всей программы, но я думаю, что кто работает, вы уже знаете, то есть с каждым возрастом добавляется данный вид, и дети уже могут на основе своего опыта показать результаты. Конструктивная деятельность, да, тем более сейчас мы знаем, что введение робототехники, лего-конструирование, позволяющие материальную базу расширить путем грантовой деятельности любому учреждению позволяет приобрести и создавать на основе конструкторов те или иные, развивая у детей мышление, да, способности к этой деятельности. Музыкальная деятельность, я уже говорила, что это у нас, значит, исполнительство, в исполнительство входит, что это восприятие искусства, да, музыкальных произведений, это пение, музыкально-ритмические движения, это игра на детских музыкальных инструментах, и, конечно же, это, хоть мы не прикрепляем это к театрализованной деятельности, в программе она идет как самостоятельная деятельность, это, конечно же, создание различных театров, что детям очень интересно. Со студентами иногда, проходя, разрабатывая музыкальную деятельность, или, проводя исследования в основе выпускных традиционных работ, затрагивая, например, театрализованную деятельность, мы видим, что готовые разработки, да, создание, или, например, топальчиковый театр, который используется в образовательной деятельности, это и постановка сказки, насколько вот дети с удовольствием могут послушать то или иное произведение, кроме этого, задать вопрос. Ну и, конечно, это культурно-достоковая деятельность, вот, это тоже необходимый момент, что дети могут, как могут они создать то или иное у детей произведение, или что-то сочинить именно самостоятельной деятельности, то есть, что у детей нарабатывается, либо послушать музыку, либо собрать, либо нарисовать, либо использовать контакт со свесниками, создать что-то свое. То есть вот эти необходимые виды деятельности, они, конечно же, дают возможность, мы с вами говорим, что художественно-эстетическое развитие именно направлено вот на разные виды деятельности. Посмотрите у себя, насколько вот, как вы можете сказать, что да, как вы узнаете результат, но вы же проводите мониторинг, вы проводите диагностические методики и видите, насколько дети могут участвовать в тех или иных, как в мероприятиях, например, традиционных праздниках или развлечениях, сколько дети могут еще позволить себе, например, помочь другому своему, ребенку в чем-то и так далее. То есть в каждом группе, даже в каждом классе обязательно найдутся дети, кто может красиво прочитать, кто может что-то станцевать, спеть и так далее. Тем более, что родительские собрания позволяют показать детям вот те, те развитие способностей, которые у каждого ребенка заложены по генетике. просматривая вот, также прослушивая вебинары, интересно мне показалось технологии, которые используют в некоторых детских садах, это постер с технологией. То есть с помощью QR-кода создается или записываются данные мероприятия, которые проводят в данном учреждении. И вот как родители же не всегда могут прийти на то или иное мероприятие, а те, кто отсутствует, могут просмотреть. Или воспитатель сам, находя информацию, он может отправить в чат родителям, чтобы они посмотрели. Ну и, безусловно, затем обратно сделать взаимосвязь. Что же родители, как они поняли, что они могут помочь и так далее, и так далее. Конечно, от родителей хоть в любом случае нужна отдача. Тем более, вот общаясь с нашими выпускниками, кто работает сейчас, хоть мы отмечаем образовательные учреждения, сложно работать с родителями. Ну а без родителей невозможно что-то сделать. То есть те навыки, умения, которые дети приобретают на педагогическом процессе, их же нужно закреплять. И без этого невозможно без этой взаимосвязи работать. Поэтому воспитателям, учителям необходимо работать, воспитывать, развивать родителей. Мы говорим, формировать педагогическую культуру родителей, чтобы именно и ребенок мог в дальнейшем развиваться, и в то же время и развивать родителей. Хотя есть родители, которые действительно без них невозможно, и только с помощью родителей мы можем достичь определенных успехов. Что же предполагает программа воспитания в рамках эстетического, художно-эстетического развития ребенка и воспитания? Мы снова видим, что общая цель этой программы это личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создания условий для социализации на основе традиционных ценностей. Это, видите, мы снова говорим о традиционных ценностях российского народа. То есть каждая семья должна иметь свои обычаи, традиции, которые передаются из поколения в поколение. И дети должны гордиться тем, что у них есть такие обычаи, есть традиции, и что они могут на основе показать этого. Тем более проводятся сейчас разные фестивали, да, дружная семья, или папа, мама и я. То есть это только сплоченная, полная семья может дать ребенку создать ту среду, в которой он может развить свои способности и придя уже в образовательное учреждение размножить, как мы говорим, грубо, конечно, это слово, да, развить их и быть уже совершенно другим человеком, имеющим эстетическое суждение, эстетическую оценку на то или иное произведение, на тот или иной поступок с помощью тех произведений, которые у нас заложены в любой программе, в любой программе и изучая данные, нормы поведения, этикет, это восприятие, почему оно ценно для ребенка и так далее. И дальше вот мы видим, что это и формирование ценностного обнажения к окружающему миру, к людям, к самому себе. Удивительно, наблюдая вот за свой период педагогической работы, мы видим, что ребенок, завершивший свое нахождение в дошкольном учреждении, он сохраняет тот домашний, что ли, домашнюю атмосферу во всем. Еще в начальной школе в среднем звене и в старшем звене дети становятся совершенно другими. И поэтому как сохранить это все у ребенка, чтобы перенести его, конечно же, возможно только, наверное, какое-то непрерывное что ли программу, хотя сейчас для взрослых говорят тоже это образование на всю жизнь, то есть несмотря на то, что вы имеете дополнительное образование, все равно проходите курсы повышения, переподготовки и так далее, и так далее. И становление дальше вот ценность, это становление первичного опыта и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе, нормами и правилами. то есть в этом плане, в этом плане я думаю, что образовательная область прописана в этой программе, это безусловно соотносится с эстетическим направлением воспитания, это красота, культура, человека, природа. Что помогает педагогам, учителям, взрослым, это выбор программы технологий, это создание условий, в создание условий у нас входит это кадровое обеспечение, это материально-техническое обеспечение и так далее. Ну и безусловно ни одно учреждение у нас не обходится без форм взаимодействия дошкольного учреждения родителей. То есть получается педагоги, дети и родители только взаимосвязи можно достичь определенных успехов. И конечно координация работы с другими учреждениями и организациями. Поэтому какой бы документ у нас был не принят за основу исходя из современных потребностей, да, вот мы говорим о цифрализации сейчас, что бы мы не приняли за основу, мы всегда должны знать теоретические концепции, отечественные теории, изучать их, находить для себя что-то новое, обязательно экспериментировать, то есть пытаться, хотя и подготовка студентов в области дошкольного и начального образования уже предполагает, каждому человеку, кроме того, что он должен быть не только юристом, экономистом, педагогом, психологом, но и быть исследователем. Только те задачи, именно поставленные перед вами, для того, чтобы именно у ребенка сформировать на будущее, поставить цель, что вообще хочет от жизни. Только в этом случае мы говорим, что гражданин нашей Российской Федерации, он эстетически грамотен в любом вопросе, он художественно развит в любой деятельности, пусть он не будет тем артистом, который он есть, но он может прочитать красиво стихотворение, что-то исполнить, вот что интересно, я уже затрагивала, ага, время у меня завершается, значит, у кого были ко мне какие вопросы, я сейчас посмотрю, что интересно, когда дети поют в садике, поют в школе, и придя, например, студенты, придя к себе на занятия, в том числе я веду методику музыкального воспитания, вот, прошу их спеть, они стесняются, то есть, что здесь, не умеют петь или не хотят петь, определенные цели были заложены, вот, а что потерялось, на каком уровне, это, конечно же, много зависит от нас, если в каждой семье будут свои традиции, будут сохраняться обычаи, то, естественно, в каждой семье и то народное творчество, которое мы используем, конечно, оно будет сохранять, сохраняться и приумножаться. Итак, те темы, которые мне хотелось заострить, только ваше внимание на это, заставить задуматься, может быть, что-то вы нашли для себя здесь нового, полезного, почитать те теории, которые я назвала, почитать дошкольную педагогику, почитать, хорошо, конечно, читать в интернете материал, выдержки, но старайтесь считать, чтобы там было имя, фамилия, то есть, откуда это взято, чтобы вы могли высказать свою точку зрения, например, вот сейчас я что-то так, религиозно-стребильное эстетическое развитие, какие аспекты наиболее эффективны в этом отношении, хоровое пение, к примеру, исходя из современных условий, что у нас, мы сейчас, видите, мы сейчас с трудом создаем, пытаемся удержать те ценности, может быть, религиозная среда, в каком она понимается, участие, то есть, какие-то моменты терпения, да, определенные нормы, не груби старшему, почитай старших и так далее, не все, конечно, мы принять за основу можем, но какие-то фрагменты можно, послушать вот то песнопение, прекрасное песнопение, вот можно использовать, но в пределах разумного, я думаю, что это возможно, тем более, сейчас у нас есть канал, где разъясняются различные подходы к тем или иным вопросам, подумайте сами, насколько вы сами готовы, сами готовы вот использовать элементы, не все, конечно, элементы, послушать, как трактуются, вот очень даже интересно послушать на канале Спас, да, как трактует религиозную основу ценностей, что в них общего, я думаю, что можно обратить на это внимание, но взять только то, что вам необходимо для вашей семьи, как художество эстетического испытания способствует духовно-нравственному развитию личности, вот я уже говорила, когда у нас было, когда у нас были для этой программы, мы видели отдельно патриотическое воспитание, значит, гражданское воспитание, сейчас, наверное, невозможно определить, вот разделить, я думаю, что прямое значение, можно разбирать произведения, да, тем более мы говорим о восприятии окружающего мира, а как мы сейчас можем поднять вот те ценности, которые мы каким-то образом сейчас, ну, грубо сказать, растеряли на каком-то этапе, конечно, необходимо, связать нужно, найти в духовном, а эстетика это душа, оно непрерывно, оно близко, сродни, поэтому эстетика и душа это, а нравственные ценности это уже гореть нечего, мы же там говорили, что это и суждение, это идеалы и так далее, и так далее, какие методы оценки художественно-эстетического развития могут быть использованы для отслеживания прогресса детей, какие методы оценки, когда у нас была принята федеральная ФГТ, как федеральная то есть там у нас был мониторинг сейчас очень много подходов диагностических методик, посмотрите в своем ну например вот касаясь музыки есть у Гагаберидзе встреча с музыкой очень много положено концепций как и что там делать по изобразительному искусству что вам на что ответить конкретно не могу сказать но здесь нужно подумать мне и если что можете мне написать вконтакте я с удовольствием вам отвечу но здесь мы говорим это может быть беседы проведены это могут быть диалоги вы можете понаблюдать по определенной программе я думаю что в каждом дошкольном учреждении есть определенные уже диагностики которые вы можете использовать конкретно сказать назвать конкретно пока не смогу это мне надо посидеть и исходя из той базы которая есть вам ответить а если нет больше вопросов я думаю что я перебрала уже несколько минут я благодарю всех за внимание я буду рада если своим содержанием сегодняшнего вебинара я смогла вас направить на рассуждение на понимание и так далее и так далее до новых встреч до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...